Нобелевская премия Нобелевская премия считается самой известной, престижной и признаваемой международной наградой, вручаемой за выдающиеся достижения в науке. Ее история началась 10 декабря 1896 года, когда на своей вилле в Сан-Ремо умер известный шведский ученый, предприниматель и филантроп Альфред Нобель. За год до своей смерти он составил особенное завещание. Терзаемый виной по поводу зла, причиняемого людям одним из своих изобретений, динамитом, он написал «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года внес наибольшую пользу человечеству». Первоначально эту бумагу никто не воспринял всерьез. Более того, многочисленные родственники Нобеля попытались оспорить ее в суде, однако из этого ничего не вышло, и в 1897 году завещание вступило в силу. После этого были определены организации, отвечающие за вручение наград. За вручение премии мира стал отвечать вновь созданный Норвежский Нобелевский комитет. Ответственным за присуждение премии в области физиологии или медицины стал Каролинский институт. За премию по литературе ответственной стала Шведская академия, а право присуждать премии по физике и химии получила Шведская королевская академия наук. Еще через три года для управления финансами и решения организационных вопросов был создан специальный фонд Нобеля. Размер денежного вознаграждения в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 миллионов крон. Это около 55 миллионов рублей. Существует много догадок относительно того, почему Нобель в своем завещании оставил без внимания математику. Самой популярной остается романтическая версия. Первой любовью ученого была амбициозная Анна Дерзи. Альфред Нобель практически уже считал ее своей невестой, когда девушка встретила сына дипломата Франца Лемаржа. Юноша готовился к поступлению в Сорбонну и не упускал случай облеснуть своими способностями. На одном из баллов, прямо во время танцев, он предложил своему сопернику, Нобелю, решить хитрое уравнение. Тот не справился и остался без невесты. А математики всего мира без самой престижной награды. Впрочем, эту версию попытались опровекнуть потомки душеприказчика Нобеля. Как бы то ни было, на данный момент Нобелевский комитет не собирается расширять количество номинаций. В общих чертах, процедура присуждения Нобелевской премии такова. Согласно статуту Нобелевского фонда, в сентябре года, который идет перед годом присуждения награды, Нобелевский комитет рассылает 3000 человек запросы на номинирование кандидатов. Эти люди выбираются не случайно. Среди них крупные следователи, работающие в соответствующей области, члены правительств и международных организаций, а также бывшие Нобелевские лауреаты, получившие запрос, должны прислать свои предложения по кандидату до 31 января. Их имена не разглашаются, а самим кандидатам ничего не сообщают. Вообще, вся информация о выдвижении на премию остается секретной в течение 50 лет. Окончательный отбор лауреатов происходит в октябре года присуждения премии. Этим занимается Шведская Королевская Академия Наук, Шведская Академия, Нобелевская Ассамблея Королинского Института и Норвежский Нобелевский Комитет. 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в столицах Швеции и Норвегии происходит торжественная церемония вручения премий. В Швеции премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручает король этой страны. Премии в области защиты мира выдает председатель Норвежского Нобелевского Комитета. Вместе с деньгами лауреаты получают медаль и диплом. Заканчивается церемония банкетом и концертом. Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году в пяти номинациях. В номинации физика ее получил знаменитый Вильгельм Рентген за открытие излучения, названного его именем. Лауреатом-химиком стал голландец Якоб Ван Гофф за открытие в области химической кинектики и стереохимии. Лучшим медиком был признан Эмиль Адольф фон Беринг за изобретение противодифтерийной сыворотки, благодаря которой в живых осталось сотни тысяч человек. Любопытно, что премию мира тогда получили сразу два человека. Швейцарец Анри Дюнан, основатель Международного Комитета Красного Креста, и француз Фредерик Пасси, основатель Лиги Мира и Свобода. А вот с литературой вышел казус. Первую Нобелевку получил француз Сюли Прюдом. Однако, по мнению многих деятелей культуры, ее следовало бы вручить Льву Толстому, о чем ценители русского классика даже написали в Нобелевский Комитет. Но тот своего решения менять не стал, и русский писатель остался без награды. В 1968 году к основным номинациям была добавлена еще одна – экономика. Она была основана в честь 300-летия Государственного банка Швеции и начала присуждаться по тем же правилам, что и остальные номинации. Отличие одно – денежную часть премии обеспечивает Государственный банк Швеции. Экономическая Нобелевка может присуждаться сразу нескольким лицам. В этом году лауреатами стали трое ученых из США – Филипп Дипвик, Дуглас Даймон и бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Награды они удостоены из-за исследования банков и финансовых кризисов. Вообще, во вручении премии можно проследить интересную тенденцию. До прихода Гитлера к власти лидерами по Нобелевке были немцы. Затем значительная часть немецких ученых, спасаясь от фашизма, эмигрировала в США. Они пополнили ряды ученых, бежавших сюда из России после революции, а после к ним присоединились те, кто хотел сбежать сталинских репрессий. Так США стали страной, опередившей другие по числу полученных Нобелевских премий. За все время существования премии Нобелевку получили 894 мужчины и всего 60 женщин. Первой женщиной-нобелевским лауреатом стала Мария Складовская-Кюри, получившая премию вместе с мужем. О ней и других великих женщинах в истории ты можешь больше узнать из этого выпуска. Кстати, Нобелевку Мария получала не один, а два раза в 1903 и 1911 годах. А вот второй женщиной-нобелевиата в истории естественных наук пришлось ждать аж 32 года. И ей стала Мария Ирен, получившая премию также вместе с мужем Фредериком Жолио-Кюри, не имеющей аналогов семейный подряд в Нобелевках. Три премии на четырех человек. В истории Нобелевской премии, как и в любой другой, конечно же, бывали обойденные, недовольные ученые и громкие скандалы. В 2003 году Нобелевскую премию по медицине за исследование в области магнитно-резонансной томографии получили Пол Лоденбург и Питер Мэнсфилд. Однако в списке лауреатов не было Реймонда Домодьяна, который изобрел аппарат МРТ еще в 1972 году. Ему ничего не досталось, хотя Нобелевские правила позволяют делить премию на троих. Тогда его сторонники выкупили в газетах The Washington Post, The New York Times и Los Angeles Times место для объявления во всю страницу и напечатали фотографию Нобелевской медали, а под ней текст. Это постыдное недоразумение надо исправить. По этическим соображениям Нобелевскому комитету не разрешается разглашать имена талантливых ученых, которые остались в шаге от лауреатства. Лишь недавно один из официальных источников решил собнародовать имена нескольких неудачников. Ими оказались 70 крупнейших ученых мира. Среди них Ганс Селье, сформулировавший концепцию стресса, Жандор Караньи, без исследований которого мы бы ничего не знали бы о функционировании почек, и уточнивший модель атомного ядра Арнольд Зоммерфельд. Список можно продолжать. Так, асфальт Теодор Эйвери, создатель современной молекулярной генетики, доказал, что наследственные признаки передаются через таинственную спираль ДНК. Пока Нобелевский комитет изумлялся мощностью этого открытия, гений биологии попросту умер, так и не попав в золотой список лауреатов. Не повезло и Дмитрию Менделееву, который чуть-чуть поторопился со своим открытием. Периодическая система, перевернувшая все существующие представления об атомной и молекулярной гармонии, приснилась ему в год, который не попал в охватываемый премированием период. Вместо русского химика, Нобелевскую премию за 1906 год получил Анри Муассан, чьи успехи в области химического анализа трудно сравнить с вкладом в науку Менделеева. Одним из самых сомнительных Нобелиатов считается Барак Обама. Благодаря всеобщему энтузиазму, Обама оставил позади других кандидатов и получил премию мира буквально авансом. Всего через 12 дней после его вступления в должность президентства США, обозреватели напрямую обвинили Нобелевский комитет в преследовании собственных политических интересов, а сам лауреат премии мира продолжал вести военные кампании своей страны на территории других независимых государств. Не менее одиозным Нобелиатом был Генри Киссинджер. Когда объявили о присуждении премии этому человеку, это вызвало бурю. Американскому политику припомнили операцию Кондор, бомбардировки в Камбодже. К тому же вьетнамец Ле Дуг То, разделивший награду вместе с Киссинджером, решил из принципа не получать свою награду. Само же решение так и остается одним из самых спорных в истории Нобелевской премии. Однако, несмотря на этот и многие другие случаи, Нобелевская премия в сегодняшнем виде по-прежнему остается самой известной и одновременно самой влиятельной международной научной наградой. Все попытки создать ее аналог закончились ничем. А ты пиши в комментариях, кто на твой взгляд был самым достойным Нобелиатом. Не забудь предложить свои темы для новых выпусков, поставить лайк и активировать колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok